Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет заключительное видео в нынешнем 2021 году И мы решили сделать его максимально увлекательным и позитивным Поэтому взяли на тест классическую Ниву Но не волнуйтесь, друзья, мы не желаем, чтобы вы следующий год провели где-нибудь в гараже или в автосервисе Потому что это не простая Нива, а Нива Бронто Ну, точнее, теперь она правильно называется Нива Легенд Бронто По сути, это автомобиль выходного дня для активного отдыха и для фановых выездов на бездорожье И я думаю, что если в новом году каждый из вас сможет позволить себе вот такую весьма недешевую игрушку То это, конечно же, будет очень здорово Ведь Нива Бронто это один из самых способных и проходимых внедорожников Если мы говорим именно о машинах в заводском исполнении То есть в грязь на ней можно отправляться прямиком из салона А какой еще автомобиль может похвастать такой же возможностью? Друзья, чтобы наш сегодняшний тест был максимально ярким В пару к Ниве мы взяли вот такого красавца Jeep Wrangler Rubicon Не нужно воспринимать данное видео как прямое сравнение этих внедорожников А по сути, главное, что вам нужно знать, это фановые автомобили Которые созданы для того, чтобы получать положительные эмоции и удовольствие И вот давайте вместе с вами с таким настроением и войдем в 2022 год Итак, погнали! Сейчас мы, как всегда, пройдемся по технике И для начала расскажу, чем вот эта версия Бронто отличается от обычной классической Нивы Собирают эту машину не на самом Автовазе, а на дочернем предприятии ВИЗ Авто Туда приходит окрашенный кузов, там его дорабатывают и проводят дальнейшую сборку Сама идея вот такой Нивы, кстати, далеко не новая Похожими доработками уже давно занимаются многие владельцы А заводу эта машина досталась в 2012 году после поглощения фирмы Бронто Которая разработала и выпускала эту машину под названием Рысь К сожалению, эта Нива так и не получила более мощный мотор Здесь стандартная 1.7 на 83 силы и обычная 5-ступенчатая механика Зато доработана трансмиссия и подвеска Спереди и сзади установлены винтовые самоблоки, плюс более короткие главные пары Вместо 3.9, 4.1, а задний мост дополнительно усилен И еще интересный момент, сама раздатка здесь стандартная Но приводные валы от нее к редукторам сделаны с карданными шарнирами вместо шрусов Хотя для эксплуатации это скорее минус В подвеске стоят более высокие пружины для увеличения клиренса И усиленные длинноходные амортизаторы Колеса вместо 16-дюймовых 15-е С пухлыми шинами размерностью 235 на 75 R15 Ну и чтобы было понятно заядлым джипером Внешний диаметр колеса 29 дюймов А еще вазовцы заявляют, что на бронто усиливают лонжероны и моторный щит Ну а снаружи эта версия отличается расширенными арками Другой решеткой радиатора Рейлингами с люстрой И вот такими пластиковыми бамперами Которые, на мой взгляд, с натяжкой подходят для бездорожья Не очень понятно зачем они здесь, потому что малейший контакт И все это расколется Но хорошо, что у бронто хотя бы в базовой комплектации Спереди остался стандартный Нивовский бампер Теперь коротко представлю вам Ренглер Официально это уже четвертое поколение с заводским индексом JL И появилось оно в конце 2017 года А вообще история этой машины начинается еще в 40-х годах прошлого века С модели CJ и с военных Виллисов То есть можно сказать, что Ренглер для американцев имеет такой же легендарный статус Как Гелендваген для немцев или Дефендер для англичан Причем здесь до сих пор сохранилась классическая рамная конструкция с двумя мостами Кстати, если у нас Ренглер это очень большая редкость То в Америке это вторая по популярности модель джипа после Гранд Чироки В год там продается, вдумайтесь, больше 200 тысяч Ренглеров Хотя, конечно, в основном это обычные пятидверные версии в простых комплектациях спорт А вот Рубикон это самая внедорожная версия Ренглера Хотя и не самая экстремальная Потому что в США есть еще Рубикон с приставкой 392 Которая обозначает объем мотора в кубических дюймах То есть там стоит, внимание, атмосферный V8 объемом 6,4 литра И мощностью аж 477 сил Вообще на домашнем рынке Ренглер поражает своим многообразием У него два типа кузова Три бензиновых мотора и один дизельный Гибридная версия механика или автомат Разные полноприводные трансмиссии Плюс куча комплектаций и огромный выбор опций А еще есть пикап на базе Ренглера, который называется Гладиатор У нас из всего этого есть лишь самая малая часть Например, тоже можно выбрать трех- или пятидверный кузов И несколько комплектаций Но мотор на российском рынке только один Интересно, что капот у Ренглера не запирается Чтобы его открыть, нужно просто скинуть два вот таких фиксатора по бокам Не слишком безопасная история Но, правда, в продаже есть фиксаторы под ключ Или оригинальный мапаровский центральный замок капота Здесь стоит современная двухлитровая бензиновая четверка С турбиной и непосредственным впрыском Собственной разработки концерна Fiat Chrysler Точно такой же мотор ставится, например, на нынешней модели Alfa Romeo Отдача для такого объема очень приличная Мощность 272 силы, крутящий момент 400 ньютон-метров Коробка передач здесь – это классический восьмиступенчатый автомат ZF А полноприводная трансмиссия зависит от комплектации В Америке базовый вариант – это классический парт-тайм С жестко подключаемым передним мостом Но на нашем рынке у всех Ренглеров стоит раздатка с муфтой Которая в США идет как опция Здесь тоже есть заднеприводный режим Но благодаря муфте и режиму авто Ренглер впервые в истории позволяет ездить по асфальту на полном приводе На комплектациях Sport и Sahara межколесных блокировок нет И стоит понижайка с отношением 2,7 И вот здесь мы наконец добрались до уникальных особенностей Рубикона У него передаточное отношение понижайки, внимание, ровно 4 Плюс стоят усиленные мосты Дана с более короткой главной парой И блокировками спереди и сзади А еще усиленная подвеска, 32 колеса и отключаемый передний стабилизатор А еще фишка Ренглера в том, что это самый настоящий дорогой конструктор для взрослых Машину можно собрать индивидуально под себя Есть множество цветов, дисков, 3 варианта крыши Плюс куча оригинальных аксессуаров от компании Mopar Вдобавок здесь можно снять двери, крышу и откинуть лобовое стекло А на нашей комплектации снимаются еще и половинки передней секции крыши Вот как это делается 4 защелки Все элементарно и быстро Сама крыша выполнена из композита Пожалуйста, снимайте и можно устроить себе внедорожный кабриолет А вот что нужно сделать, чтобы снять кузовные детали Идем в багажник Откидываем стеклышко Заглядываем в подполье Берем оригинальный набор инструментов Далее вот эту головку торс, которая подходит ко всем крепежам И откручиваем Причем, чтобы у вас болты не потерялись во время движения Для них вот здесь сделаны специальные отверстия Пожалуйста, крепеж дверей, крыши и лобового стекла Вот так все продумано Мне вообще нравится внимание к деталям, с которым сделан Wrangler Например, посмотрите, какая вот здесь красивая табличка На крышке багажника с обозначением размеров И, например, с глубиной преодолеваемого брода Она здесь, кстати, 30 дюймов То есть 76 сантиметров Идем дальше Вот такой здесь симпатичный стоп-сигнал И вообще вот все эти маленькие детальки, наклеечки, логотипы Все это сделано на очень приятном, на очень хорошем уровне И, например, вот здесь на двери выбита надпись T90 Обозначающая торк, с которой используется для демонтажа Ну а уж тюнинг Wrangler, как, собственно, и тюнинг Niva Это вообще отдельная история Главное только, чтобы Niva не превращалась в конструктор без предупреждения Дорожный просвет под картерами мостов у Wrangler, по моим измерениям, это внушительные 25 сантиметров И вообще, если здесь заглянуть под днище или, например, в колесную арку То размер всех этих деталей, тяг и рычагов внушает уверенность Niva Bronto по сравнению с обычной версией поднята на 4 сантиметра И здесь под защитой моторного отсека я намерил аж 26,5 сантиметров А под картером заднего моста 24,5 сантиметра Ну и теперь про цены Вот такая Niva Bronto в комплектации Prestige по официальному прайсу стоит ровно 1 миллион рублей А трехдверный Wrangler Rubicon это как минимум 5 миллионов 900 тысяч В общем, очень недешевое удовольствие И как всегда, друзья, если вы присматриваете сейчас себе новый автомобиль И хотите купить его на адекватных условиях с минимальным количеством допов То заходите на сайт autospot.ru, где представлено множество актуальных предложений от официальных дилеров И также можно записаться на плановое ТО со скидкой Все ссылочки есть в описании Интерьер Bronto ничем не отличается от интерьера стандартной Niva А значит, здесь все до боли знакомо Вот это практически жигулевская посадка с задранными вверх коленями С низкорасположенным рулем Из-за которой высоким людям в Niva ездить неудобно Классические рычаги И вот эта передняя панель с нормальным блоком климата Хотя как раз она появилась всего несколько лет назад И можно сказать, что все-таки чуть-чуть преобразила этот олдскульный интерьер С качеством все ясно Здесь все максимально дешево Кстати, интересно, что на стоковой Niva, которую мы тестировали летом Был старый семерошный руль А здесь руль уже другой Но его я встречал и на стандартных Niva И в целом такое ощущение, что на заводе ставят то, что им под руку попадется Сидения, конечно, примитивные Но в целом особо жаловаться на них не за что Вот такая история Ну, я думаю, что вы про этот интерьер все очень хорошо знаете Так что пересаживаемся в Wrangler Интерьер Wrangler это совсем другая история Здесь уже нормальная, удобная посадка за рулем Причем руль можно отрегулировать и по вылету Правда, в небольшом диапазоне Плюс здесь человеческие кресла С нормальной боковой поддержкой И интересно, что регулировка поясничной опоры Здесь реализована интересным образом С помощью вращающейся рукоятки Мне кажется, это достаточно удобно Но придется привыкнуть к тому, что левая дверь Подпирает вас достаточно плотно Причем настолько, что нога постоянно касается Тросового ограничителя А еще, на мой взгляд, этот салон Выглядит вполне стильно Здесь здорово подобраны материалы И различная мелкая фурнитура Например, вот эта цветная вставка из софт-тача Прорезиненная рамка экрана мультимедийки Прорезиненные вращающиеся рукоятки Классные качественные рычаги управления трансмиссией Плюс здесь на показ специально выставлены саморезы Вдобавок приборка наглядная и симпатичная В общем, все это выглядит здорово А что касается оснащения То Wrangler это вполне современная машина Здесь есть бесключевой доступ Подогрев руля Большая мультимедийка с качественным дисплеем И поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto Двухзонный климат Плюс аудиосистема Alpine с девятью динамиками И сабвуфером И звучит она, кстати, на удивление достойно Еще есть парктроники по кругу Две камеры, задняя и фронтальная С очень хорошей картинкой А также можно заказать адаптивный круиз И контроль мертвых зон Укороченные главные пары сделали свое дело И версия Бронта, несмотря на большие колеса По ощущениям, почти не потеряла в динамике Относительно стоковой Нивы А если она здесь, это динамика Ведь мотор-то, напомню, это стандартный 1.7 И по заводским данным Бронта на секунду медленнее Обычной Нивы в разгоне до сотни Официальная цифра 18 секунд И давайте сейчас это проверим Поехали 6 тысяч, вторая Третья 18.05 Старт с легкой пробуксовкой 17.28 По цифрам, кстати, все сходится Потому что обычная Нива на наших замерах Ехала в районе 16 секунд Но ты разогнался до 100 Успел построить планы на Новый год И все Это как раз комфортная крейсерская скорость И она здесь чуть ниже, чем у обычной Нивы Возможно, из-за аэродинамики Все-таки Бронта шире и выше Может быть, как раз из-за колес Но в любом случае, быстрее ехать не хочется Ни этой машине, ни ее водителю Шумки, как всегда, нет Трансмиссия гудит Причем, мне кажется, что вот из-за этих карданов Идущих от раздатки Вибрации на скорости стало чуть больше Но на то он и Нивовский мотор Чтобы никуда не спешить Если вам нужно просто доехать до начала Внедорожного участка Или, скажем, перемещаться Где-то между деревнями То отвращение этот силовой агрегат не вызывает Трогаться на нем очень удобно Тяги снизу хватает Отклики на газ адекватные Плюс есть какая-никакая эластичность Например, на пятой передаче с 2000 оборотов Нива едет Да, потихоньку, да, не спеша Но все-таки набирает скорость И не захлебывается Приятно, что вот этот лифт подвески Не испортил достойное Нивовское шасси Да, может быть, реакции слегка потеряли в точности Но это по-прежнему очень честная и понятная управляемость Гидроусилитель по традиции настроен неплохо Ты все хорошо чувствуешь И машина надежно держит прямую А самоблоки даже добавили в характер Нивы Определенный азарт и перчинку Если на обычной машине зимой ты просто ехал То здесь меня прям цепляет Как бронта можно контролировать тягой Нажал на газ в повороте И она практически сразу же поехала внутрь Главное только, чтобы обороты были повыше И то же самое со сбросом газа Этим приемом ее можно легко подставить перед поворотом И затем протянуть в скольжении Получается вполне веселенькая машинка для зимы Правда, обратная сторона вот этих достаточно жестких самоблоков Это чувствительность к так называемому миксту То есть, когда под колесами одного борта у тебя, например, снег А с другой стороны асфальт То под газом Нива уходит в сторону Подвеска по сравнению с обычной версией Мне кажется, стала чуточку плотнее На каких-то мелких неровностях Но все равно общий вот этот такой Приятный Нивовский характер плавности хода Здесь сохранился И эта подвеска, во-первых, комфортная А во-вторых, очень энергоемкая Она здорово отрабатывает весь рельеф Не раскачивается И, например, по какому-нибудь Грейдеру Даже с откровенно страшными ямами На Бронта можно ехать прям смело Вот она стихия Нивы Быстрая езда по проселочным дорогам Подвеска держит удар Не боится раскачки Вообще, психологическая проходимость И скорость на бездорожье у Нивы Очень высокая Но, к сожалению, при серьезных ходах подвески Вот эти большие колеса все-таки трут об арке И раздается такой сильный скрежет Думаю, вы слышали в некоторых моментах Вот это не очень приятно Сегодня у нас еще будет небольшой внедорожный маршрут А пока переходим к Ренглеру Начинаем с замеров разгона С 2000 старт Мощное ускорение Поднялся капот Заводских данных для этой версии не приводится 7.17 Ничего себе Еще раз Поехали 7.24 Как видите, по динамике Ренглер Это совершенно другая планета По сравнению с Нивой Быстрая машина Причем не только, если говорить о классических внедорожниках Но и вообще в абсолюте Правда, нужно учитывать, что это турбомотор Поэтому в целом силовой агрегат настроен скорее средненько Да, автомат, конечно, переключается шустро Но все равно получается такой скорее резкий и нервный характер Без прозрачной связи по педали газа Но повторюсь, что едет Ренглер прям бодро Причем этот мотор получился достаточно экономичным Бортовой компьютер здесь показывает средний расход В районе 11.5-12 литров на сотню Что касается шасси, то после Нивы Это самый настоящий грузовик Реакции у него очень вялые С ощутимым доворотом от заднего моста Руль делает почти 4 оборота От упора до упора Причем электро-гидравлический усилитель Не дает никакую обратную связь Вдобавок Ренглер плавает На прямой, а еще из-за короткой базы И подключаемого полного привода Он очень нервный на скользкой дороге Малейшее нажатие на газ И он сразу же метет хвостом И отлавливать его это, господа, так себе удовольствие Машина постоянно скользит Причем система стабилизации настроена достаточно примитивно И сразу же грубо обрубает тягу Думаю, что если сюда поставить тот самый топовый мотор V8 То будет просто страшно Но если вы думаете, что Ренглер покорит вас Какой-то суперкомфортной подвеской То нет, тут есть нюансы На обычных дорогах это довольно тряская машина Она замечает много мелочевки Постоянно подрагивает Ну, в общем-то, типичный рамный внедорожник с двумя мостами Хотя надо заметить, что все вот эти тычки Они все-таки сглажены А вот в городе ехать на нем откровенно некомфортно Потому что на всех стыках, люках и прочем дорожном мусоре Ренглер постоянно пинает вас по сиденью Шумоизоляция, конечно, получше, чем в Ниве Нет здесь такого воя от трансмиссии Но если сравнивать ее с машинами из того же ценового сегмента То она здесь далеко не ахти Много гула от колесных арок Ветер завывает в стойках В общем, Ренглер это далеко не тихая машина А еще это самые настоящие грязнули Всю машину и стекла моментально закидывает грязью А лобовое само по себе очень узенькое В общем, друзья, я думаю, вы поняли Что на асфальте эта машина мучается И мучает водителя На аналогичной заснеженной грунтовке Рубикон позволяет держать заметно более бодрый темп По сравнению с Нивой Эх, система стабилизации строгая Как я уже говорил, сразу обрубает тягу И не дает управлять машиной именно педалью газа В целом эта подвеска воспринимается более мягкой Рубикон так проглатывает все мелкие и средние неровности Но нужно понимать, что вот это очарование джипа Оно будет до первых острых неровностей Вот там Рубикон может пнуть вас уже не слабо Ну и еще очень важно, что здесь ничего не гремит, не хрустит Когда ты вот так вот бодро едешь по плохой дороге Это приятно Коротенький проезд по целине На Ниве уже включена понижающая передача Вообще, мне кажется, что именно езда по глубокому снегу Это фишка Нивы За счет того, что эта машина легкая Она очень здорово гребет Сейчас я не включал блокировку межосевого дифференциала Работают самоблоки Вы знаете, Нива едет фантастически уверенно Да, очень здорово, конечно Понятно, что это далеко не предельная глубина снега Которую может выдержать эта машина Но очень достойно Вообще, мне кажется, что самоблоки Это то, что нужно ставить на любую Ниву с завода Вопрос, конечно, к надежности Выдержит ли полуоси Постоянное использование с самоблоками Но, тем не менее Вот здесь у нас небольшой перегибчик Назад Вперед Вот они работают самоблоки Качаем машинку и едем вперед Плюс мне нравится, что наличие вот этих самоблокирующихся дифференциалов Позволяет лишний раз не блокировать центр Из-за этого Нива становится очень маневренной, очень юркой Именно на бездорожье Да, понижайка на Ниве, конечно, решает Еще раз это же место Теперь Wrangler Автоматический режим полного привода То есть муфта подключается на свое усмотрение Пока не блокируется полностью Понятное дело, что на таких колесах никаких проблем у джипа не будет Но, знаете, что интересно Если не отключать систему стабилизации То не совсем удобно двигаться на Wrangler Он из-за того, что больше весит Так немножко подсаживается сначала вниз И только потом едет вперед Тем более управление тягой здесь не такое, наверное, точно не такое линейное Ты чуть нажал моторчик, поднял обороты И колеса могут сорваться в пробуксовку Но здесь есть режим оффроуд плюс Можно нажать эту кнопочку Тогда трекшн отключается Да, вот это уже Вот это уже Другое дело Можно еще заблокировать принудительно муфту полного привода Короткая база Да, чуть-чуть как будто бы подвывешивается машинка по ощущениям Но, естественно, без проблем выезжает И давайте в этом же месте На этой же канаве сейчас отключим передний стабилизатор Нажимаю кнопочку, на которой написано SWAY BAR И буквально за пару секунд Муфта разъединяет две половинки стабилизатора Чуть-чуть податливее машинка стала для всего этого рельефа И сейчас посмотрим, как это же место без стаба пройдет Wrangler Да, вот, по-моему, мост сейчас лучше стал скрещиваться Да-да-да-да-да И все, вообще никаких проблем Никакого вывешивания Едем И очень тоже маневренный Wrangler На целине С отключенной системой стабилизации Да, потрясающе, конечно Возможности этих машин очень приличные Чуть-чуть не хватает, конечно, более линейного, более понятного управления тягой Да, иногда Wrangler больше буксует, чем едет Но за счет таких огромных колес, конечно, в итоге выезжает Давайте теперь попробуем вывесить Ниву Для этого сначала заблокируем все-таки центральный дифференциал Чтобы оценить работу самоблоков Скользко Скользко, скользко Скользко опа есть контакт еще раз хрустят самоблоки достаточно жестко но едет Нива, смотрите-ка, в горочку едет да, самоблоки, конечно, решают теперь тот же участок с вывешиванием для ренглеров сейчас стабилизатор включен никакие блокировки не активированы просто режим 4H и оффроуд режим еще включен оффроуд плюс сползает немного да, ренглер тяжелый ему на этом упражнении такое ощущение, что чуть посложнее да, смотрите-ка, машина-то закапывается закапывается не очень удобное управление тягой как я вам уже говорил вот как раз к этому и приводит что там по бамперу сейчас? да, нормально ну ты левым колесом уперся просто в землю это дело что там по Petros мы были несты conditions но это все где-то захот vá В общем, в обычном режиме Wrangler не сдюжил, ну или не сдюжил водитель Поэтому сейчас отключаем стабилизатор и блокируем, например, для начала задний дифференциал Ага, задний дифференциал можно заблокировать только на понижайке Ну ладно, есть понижайка и блокировка дифференциала Ну вот это уже, ребята, другое дело Да, вот что значит артикуляция подвесок Без проблем Wrangler абсолютно справился с препятствием Я даже на газ сильно не давил Но видите, большая машина и чуть-чуть на уклонах сразу же сползает Да, никакого вообще вывешивания Это очень круто Ну и видите, как, друзья, у Wrangler не очень хорошо настроена внедорожная электроника Имитация блокировок Кроме того, это достаточно тяжелая машина Она у нас, видите, постоянно чуть вбок скатывается Но интересно, что всему этому Wrangler противопоставляет свои железные внедорожные возможности Это, естественно, отключаемый стабилизатор и блокировки на них Это прям очень серьезный проходимец Так, а теперь вот такой импровизированный подъемчик Очень скользкий Поэтому берем разгончик заранее Wrangler на понижайке Не хочет заезжать на понижайке Как будто сильно буксует Давайте попробуем режим 4H Off-road Эх, почти Давайте попробуем не включать off-road режим Включенный системой стабилизации И теперь такой же подъем на Ниве Блокировочка плюс понижайка Опа, залетели Ну что я вам должен сказать, друзья Нива, мне кажется, едет мотнуть не хуже Wrangler А где-то она даже более выгодна для бездорожья Из-за своего легкого веса Вторая передача, понижайка Есть В итоге, друзья, если подводить итоги и говорить про бронто То мне кажется, что это прям правильная версия классической Нивы Меня только смущает надежность Потому что мы все знаем, как Нива реагирует на малейший тюнинг И, конечно, коррозионная стойкость кузова А Wrangler, да, очень харизматичный, стильный и необычный автомобиль Мне нравится вот эта концепция конструктора Когда ты можешь снять кузовные панели, убрать крышу И превратить этот внедорожник практически в пляжные багги Но все-таки по своим потребительским качествам Это, скорее, очень дорогая игрушка Ездить на такой машине каждый день И это так себе удовольствие Но, собственно, мы и начинали этот тест Как такую фановую историю А теперь ее заканчиваем Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом, друзья Большое спасибо, что были с нами в 2021 И надеюсь, что останетесь в 2022 Всем хорошего новогоднего настроения Подписывайтесь на канал И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok